ребятушки мы приготовили будем делать блинчики да я вам сегодня рассказывала и если вам интересно хочу с вами поделиться таким вот рецептом здесь у нас 900 грамм кабачка и мы сейчас его будем натирать на мелкую терку 4 яйца 300 грамм молока этот укроп 2 зубчика чеснока соль перец по вкусу это 4 столовые ложки оливкового подсолнечного масла и сколько ты будешь муки 200 и 280 грамм муки берем тёрку и вот на такую тёрку натираем наш кабачок вот мы натерли 2 кабачка и немножечко присолили для того чтобы кабачок отдал свой сок сильно его отжимать не нужно вот он сейчас отдаст мы вот это сольем но сам кабачок насухо отжимать не нужно теперь добавляем перец по вкусу спицы и добавляете какие хотите можете паприку красную можете копченую паприку в общем что ваша душа пожелает 4 столовые ложки масла растительного мелко нарубленный укроп 4 яйца хорошенько перемешиваем добавляем молоко и добавляем муку муки у нас сколько 280 до 280 грамм и теперь хорошенько это все тесто перемешиваем так вот такое вот ребят должно быть тесто да немножко гуще чем на обычные сладкие блины поставила сковородку немножечко кисточкой смазала первые блины чтобы знаете не пристал маслом а потом уже последующие не нужно потому что в самом тесте у нас находится масло сковородка полностью нагреется хорошенько и будем жарить наши блины вот так вот распределяем наш блин по сковородочке и на среднем огне жарим с двух сторон так вот аккуратненько раз и переворачиваем и такие вот у нас красивые блинчики получаются соус для этих блинов мы возьмем сметану чеснок и мелко нарубленную мелко нарубленный укроп и все можете сразу мазать соусом и заворачивать конвертиком трубочкой в общем как ваша душа пожелает можете просто индивидуально выкладывать соус на тарелку макать и есть такая вкусняшка у нас получается и красавцы у нас получаются и так проделываем все наше тесто единственное что каждый раз перед тем как накладывать блины на сковородку нужно помешивать так как мука оседает чтобы наше тесто было равномерное и все и проделываем все наше тесто вот столько ребят получилось у нас красоты неимоверной вот еще последний блинчик дожаривается такие мягенькие нежные вкусненькие так что обязательно пробуйте не пожалеете